Восставший из пепла Рутюб, Роскомнадзор покушается на историю, цены на видеокарты падают, а криптозима и новый мировой кризис уже близко. На связи МК, говорим о самых интересных IT-новостях прошедшей недели. Я не могу с этой новости не начать, потому что сам увлекаюсь космосом, мне очень интересно читать и смотреть, что там действительно умные люди нашей крошечной планеты узнали нового о Вселенной. В общем, телескоп размером с нашу Землю увидел тень от мелкой точки, которая настолько тяжелая, что от нее не может улететь даже свет, а звезды рядом имеют период обращения в несколько недель. Друзья, сейчас на своих экранах вы видите сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики Млечный Путь. Такие сверхмассивные черные дыры есть в центре каждой спиральной галактики. Да, снова фото черной дыры, но та первая в 2019-м хоть и была намного дальше, она в тысячу раз больше и без пыли на пути. Зато фото, кстати, заслуженно дали Нобелевскую премию. Про черные дыры я рассказывать вам не буду, для этого есть другие места, типа Куэрти, Космо, Космос Просто, а другие ребята посоветуют в комментариях. Просто я считаю, что это действительно крутое событие в науке. Телескоп горизонта событий, одно название уже взрывает мозг, это восемь разнесенных групп телескопов по всему миру, один даже есть на Южном полюсе, которые снимают измерения, потом согласуют данные, высчитывают все это умными компьютерами и рисуют общую картинку. Он видит в три миллиона лучше, чем наши глаза. По сложности это сопоставимо со съемкой апельсина, лежащего на луне, находясь при этом на земле. Вы представляете, какая для этого должна быть концентрация коллективного ума? Когда узнаешь такие новости и понимаешь масштабы всего этого, хочется сказать, друзья, смотрите, там очень много чего мы не знаем, а надо бы этим заняться, иначе великий фильтр нам точно не преодолеть. Следующей новостью я бы хотел услышать, была ли жизнь на Марсе. А я напоминаю, все самые интересные IT-новости вы можете читать у нас в Телеграм и в группе ВКонтакте. Помните, ссылки будут в описании. А вам не надоело иметь кучу разных зарядок под каждое устройство, искать их по дому и брать постоянно с собой? В моих руках оптимальное решение. Флагманское зарядное устройство от Ugreen с четырьмя портами и мощностью до 100 Вт. Эта штука может и MacBook Pro зарядить за два часа, и любой гаджет в вашем доме, при этом имеет все защиты и российскую вилку. Впервые я услышал о заряднике с нитритом галя от нашего сценариста. У него, кстати, такая же, а он технарь достаточно дотошный. Ган-зарядка выдает большую мощность, компактно, и при этом совершенно не греется. У нас тут сразу три порта USB-C и один классический USB-A. 100-ваттные ган-зарядки Ugreen продаются и у нас в России, но куда дешевле купить их в официальном магазине на Алиэкспресс. Свою проблему с зарядкой я решил, если для вас она также актуальна, ссылка на официальный магазин Ugreen будет в описании. К новостям. А теперь давайте вернемся на нашу грешную землю и для контраста сразу спустимся в самые глубины. Вы, наверное, заметили, в последние дни сильно трясло Рутюб. Вы зашли в поиск, набрали Рутюб смотреть классные ролики и, естественно, увидели, что ваш любимый сервис недоступен. Конечно, нет. Вы увидели новость, потом просто загуглили и проверили. И мне их не жалко. Это проблема тех ребят, они там сами себе на уме. Единственное, дату выбрали 9 мая. Не могли что ли 10-го взломать? Зато какая большая реклама Рутуба. Сайт не работал всего три дня, и за это время было выдвинуто немало теорий. Украден исходный код, повреждены загрузочные видео и вообще Рутуб больше никогда не поднимется. А через два дня опомнившийся админ анонимусов заявил, что это они, они Легион, они не прощают и они делать уроки. На ресурс действительно была совершена массивная хакерская атака, последствия которой пришлось разруливать несколько дней. Никакие видео или данные пользователей при этом не пострадали. Пишут, что этой атаки могло и не произойти, если бы начальство и бывший гендиректор Рутуб прислушались к своему директору по безопасности, который еще в октябре сообщал о дырявом серверном оборудовании. Ну, в общем, как обычно. В итоге Рутуб потерял на этом взломе до 1 миллиарда рублей, если учитывать доход с рекламы Газпромбанка самого себя. Для такой компании это, конечно, копейки, да и к тому же в их случае нехилый пиар. Только понять бы, в какую сторону. Пам-пам. Последнее время не бывает выпусков без традиционного брифинга по действиям Роскомнадзора. В этот раз из громкого регулятор решил подать в суд на архив интернета, некоммерческую организацию, которая уже 25 лет сохраняет историю интернета, кэшируя огромное количество старых версий сайтов. Сложно переоценить необходимость такого ресурса. На нем можно не только посмотреть, как выглядел ВКонтакте еще со стеной, но и найти драйверы под оборудование 20-летней давности, старые записи концертов и статьи из небольших блогов, исчезнувших со временем. В общем, это действительно огромный чердак интернета. И теперь его планируют оштрафовать вплоть до 4 миллионов рублей за то, что он не хочет править историю и удалять страницы, где описано в том числе изготовление взрывчатых веществ. И правильно, сделаем свой российский архив интернета, а на тот внешний, если что, зайдем через VPN. Пум-пум. Ну а пока интернет сжимается, в реальном техническом мире ситуация пока стабилизировалась. Казалось бы, санкции, уход множества компаний, мировая инфляция, а вот техника продолжает активно дешеветь, вслед за укрепляющимся рублем. Самая сильная валюта мира по отношению к баксу. Мы обогнали Бразилию и Мексику, между прочим. А тут еще и приход очередной криптозимы, и возможно, это будет холоднее. Биткоин продолжает пробивать минимумы, утягивая за собой остальные криптовалюты. Не помогла даже новость о том, что LHR защита от Nvidia пала окончательно, и теперь любые видеокарты могут копать в полную силу. Что толку? Окупаемость выросла, курс летит, деньги выводят, криптовалюты из топ-10 дешевеют. Больше всех повезло инвесторам в токен Terra, она же Луна, которая входила в топ-10 и резко упала на 99%. Уже есть случаи, когда 2,8 миллиона долларов превратились в тысячу баксов всего лишь за сутки. А я переживаю за свой минус миллион по портфелю акций. Уже 40% держателей биткоин в глубоком минусе. Говорят, что он нырнет еще ниже. Акции IT-гигантов потеряли более 1 триллиарда долларов всего за 3 дня. Apple теперь не самая дорогая компания в мире. В общем, похоже, нас ждет очередной мировой кризис. И, возможно, сейчас самое время собрать себе компьютер или купить ноутбук. Цены на многие позиции уже ниже, чем были несколько месяцев назад, и далеко не факт, что они продолжат падать. Сейчас в основном распродают остатки, и тех же iPhone в стране осталось всего на пару месяцев. Хотя, кому они нужны? Мы, конечно, не пропадем. У нас теперь официально параллельный импорт, и полуофициально техника будет в наличии. Но из-за высокой зависимости и большого спроса Forbes считает, что цены вырастут вплоть до 50%. Есть ли выход из этой ситуации? Конечно, да. Например, Китай пока еще согласен торговать с Россией, о чем официально объявил посол Поднебесной. Недавно были слухи, что Lenovo и Xiaomi хотят свернуть работу в РФ. К счастью, это всего лишь был вброс. На деле проблем с китайскими гаджетами не будет. Фингпадов и Покафонов хватит всем. Сейчас основные проблемы договориться о расчетах, потому что раньше они были в долларах и евро, так что, видимо, расчет будет переведен в юане или рубли. Техника из Поднебесной хлынет в Россию с новой силой. Пу-пум. Но не нужно забывать, что это бизнес, и та же Lenovo активно торгует своими ноутбуками и в Европе, и в США. Едва ли она бросит эти развитые рынки, поэтому нужен запасной план. И он есть. В Зеленограде Micron начал строительство завода по производству 28-ми нанометровых чипов, который был заложен еще в прошлом году до санкций. И это далеко не самый старый техпроцесс, на нем вполне можно создавать процессоры уровня Intel Core первого поколения, однако, как обычно, есть нюанс. И он не один, кстати. Само здание построить к 24-му году, конечно же, не проблема. Но где взять литографическое оборудование? Очевидно, ни голландский ASML, ни тем более японский Nikon поставлять станки в Россию не будут. В теории посредником может выступить китайский чипмейкер SMIC. Но и тут спорно, хотя китайцы и сами под санкциями свои лазейки они имеют. И лазерные станки это лишь часть проблемы. Нужны высококачественные расходники, которые взять в стране тоже не получится. Нужны специалисты, которые умеют создавать чипы на тонких техпроцессах, которые разительно отличаются от 90 нанометров, доступных сейчас с микрону. Да, и 90 и 180 нанометровые чипы тоже нужны, они много где стоят. Но мы сейчас говорим про фабрику на 28 нанометров. Ну и под конец нужны заказчики, которые будут готовы покупать отечественные чипы массово. Проанализировав все это, специалисты из контент-ревью дали неутешительный прогноз. Реально создать чипы на тонких техпроцессах в России получится лет через 15. Сложно даже представить, какой будет прогресс у остальных чипмейкеров за это время, если вспомнить, что 15 лет назад двухъядерный Core 2 Duo были писком моды. В общем, путь длинный и тернистый. Возможно, мы куда-нибудь свернем, ударимся в кванты, там, не знаю. Пом-пом. А пока мы думаем, Intel, наконец, очнулась от спячки и буквально заваливает нас новинками. Думаете, 10-ядерный Apple M1 Max это предел для ноутбуков? Как бы не так, Intel выкатила 16-ядерный Core i9, да еще и с возможностью разгона. С поддержкой DDR5, PCI-Express 5.0 и Wi-Fi 6e. Разумеется, такие монстры производительности с формальным теплопакетом в 55 Вт будут ставиться лишь в толстенные мобильные рабочие станции, но все еще Intel смогла вновь показать, кто папа на рынке ноутбуков. И это еще цветочки. В следующем году компания планирует выпустить процессоры на архитектуре Matter Lake, основанные на 7-нанометровом техпроцессе Intel 4. Да, с неймингом тут все плохо, хотя нанометры уже давно не настоящие, фейковые, мы об этом рассказывали в одном из наших видео, посмотрите, если интересно. Но самое главное, что компания также планирует перейти на чиплетную структуру, когда на одной подложке будет сразу несколько кристаллов под разные задачи. Это позволяет снизить цену, так как создавать несколько небольших кристаллов или чипов дешевле, чем один большой. Более того, это позволяет объединить чипы от разных производителей, например, в Meteor Lake будет графика производства TSMC на 3-х нанометровом техпроцессе. Красные тоже не отстают, свежий отчет показал, что доля процессоров AMD на рынке достигла 27%, что является рекордом, а рост составил внушительные 7% в год. При этом компания также готовит процессоры на DDR5 памяти с разношерстными ядрами. В общем, борьба будет нешуточной. У нас невозможно записывать ролики даже ночью. Вот даже сейчас летают самолеты. Не забывает AMD и про программные улучшайзеры. Многие бюджетные геймеры сказали ей спасибо за технологию FSR. Она позволяет существенно поднять FPS, снизив разрешение рендера и прогнав картинку через фильтры, уменьшающие количество мыла. Но компания на этом не остановилась и разработала FSR 2.0, которая работает на том же принципе, что и DLSS. Для получения картинки используются не только фильтры, но и предыдущие кадры, что позволяет серьезно повысить четкость и убрать рябь. И самое главное, никаких тензорных ядер для этого не нужно. Официально технология работает даже с GTX X1070 и RX 590, которые выходили до всей этой вакханалии с трассировкой лучей. И скорее всего FSR 2.0 получится запустить и на более простых видеокартах. При этом итоговое качество картинки сравнимо с DLSS 2.0 при схожем минимальном падении производительности. Да, звучит как фантастика, но это работает. Но зачем все эти технологии, если даже интегрированная графика тянет киберпанк, а простенькая GTX 1650 четырехлетней давности позволит поиграть в новинки в Full HD? Ответ прост, до True Next Гена осталось совсем немного. В интернете уже хватает красивейших демо на новом движке Unreal Engine 5, причем некоторые выглядят максимально неотличимыми от реальности. А это в свою очередь требует очень мощных видеокарт. Например, видео с фотореалистичной станции работает на RTX 2080 в 2К при 30-50 кадрах лишь при снижении качества. И не нужно говорить, что далеко не у всех есть возможность купить видеокарту такого уровня. А с учетом того, что более насыщенная демо-матрица умудряется лагать даже на RTX 3090, без FSR и DLSS тут просто никак. пам-пам. Ну, а пока эпоха Next-Gen'а только настает, закончилась другая, не менее великая. В далеком 2001 году Стив Джобс показал, что плеер может быть цифровым и компактным, да еще и с удобным управлением в виде колесика. И музыку можно слушать не только на дисках, но и куда дешевле покупать в iTunes. Но, увы, прогресс не остановить. Мы уже привыкли к тому, что слушать музыку в дороге, можно без всяких айподов со смартфона и зачем для этого иметь отдельный гаджет. Поняла это я Apple, объявив, что полностью прекращает производство всех айподов. Так что можно считать, что эпоха массовых портативных плееров прошла. Да, на рынке все еще остаются крутые карманные плееры, но это в массе свои гиковские устройства с собственными ЦАПами по цене RTX 3090. И нам остается только благодарить Стива Джобса за то, что 20 лет назад он смог продвинуть в массу идею цифровой дистрибьюции песен, благодаря которой в итоге появились текущие потоковые сервисы, такие как Spotify или Яндекс.Музыка. В общем, прощай, айпод. Напоминаю, друзья, про ссылочки в описании, подписывайтесь на нашу телегу и группу ВКонтакте и читайте самые интересные IT-новости ежедневно. Меня зовут Михаил Крошин, все ссылочки в описании, еще увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok